значит по работе за гитхабом из веб шторма первое что нам понадобится это вот эти вот вкладочки если их нету то открываем view и включаем toolbar, toolbuttles, status bar, navigation bar тогда у нас появятся вот эти кнопочки вот эти кнопочки и вот эти кнопочки выкачиваем код с помощью апдейтим наш проект с помощью вот этой кнопочки при этом я рекомендую настоятельно использовать merge using shelf чтобы не было никакой разберихи в выкачанном выкачанных изменениях попробуем сейчас выкачать у нас все все последние изменения закачаны дальше вот здесь вот внизу есть работа с ветками мы сейчас находимся на мастике и у нас здесь выкачана только одна локальная ветка больше других локальных веток нету удаленные ветки вот мы видим что их здесь их несколько давайте мы сделаем удаленную ветку также сделаем локально так чтобы не было никакой путаницы и вот мы выкачали fill firebase сейчас как мы видим находимся мы уже на fill firebase а не на мастере можем перейти обратно на мастер вот таким вот образом разрабатывать отдельную фичу обычно рекомендуют в отдельной ветке и я предлагаю использовать такой же подход у нас это позволяет оставлять мастер чистым мастер у нас будет только такой же самый как на production в отдельной ветке идет разработка фичи если вдруг нужно переключиться на другую фичу мы просто напросто делаем еще одну ветку когда фичи разработана полностью до конца то мы переходим на мастер и сливаем вначале наш мастер в нашу ветку а потом уже нашу ветку обратно в мастер например мы делаем fill firebase делаем check out и и хотим чтобы фил файрбейс была такая же самая как мастер мы берем мастер мерч и теперь все изменения которые были у нас мастере у нас должны появиться на фил файрбейс если во время мерч у нас возникают какие-либо конфликты то у нас появляется вот такое вот окошечко и мы можем решить какую сторону нужно принять либо принять в сторону мастера либо принять в сторону фил файрбейс я обычно прохожусь по каждому отдельный файл нажимаю нажимаем мерч и смотрю какие изменения здесь произошли здесь нет у нас посрочного изменения здесь у нас есть полностью изменения всей страничке и например я возьму прямую эту сторону apply дальше index.html пробую смержить вот здесь уже есть некоторые изменения которые отличаются в каждом отдельном файле например я хочу добавить эту строчку и хочу добавить вот эту строчку то есть у меня вот здесь div он увеличился в разы так вот проходясь по каждому отдельному изменению мы принимаем ту или иную сторону такая подсветка может не стоять у вас по умолчанию чтобы ее настроить вот например я делаю show line numbers вообще вот здесь вверху удобно будет разобраться но здесь все все пояснения пишутся на английском языке они в принципе понятны и без каких-либо дополнительных толкований переходить по каждому отдельному изменению можем вот так вот стрелочками до тех пор пока мы не примем все изменения у нас будет доступен вот такой переход если вы все-таки мерджим мастер в фил файрбейс то все-таки нужно принимать их сторону то есть все изменения должны быть корректными в мастере а у нас как изменилось в нашей фил файрбейс это уже будет проблема нашего мерджа потом эту отдельную ветку можно запушить переходим гид пуш и мы видим что у нас фил файрбейс и оригин фил файрбейс они отличаются друг от друга мы пушим изменения чтобы они были одинаково синхронизированы чтобы уволить деталь не углубиться в ситуацию которая происходит на нашей ветке можно открыть ваш control ваш control обычно подсвечивает именно текущую ветку как за главную ну и дальше сравнивать ее со всеми остальными вот мы можем увидеть путь развития той или иной ветки давайте вернемся на мастер потому что в мастере основе нашей истории находится и вот здесь мастере есть комит который мне не нужен на оригин мастере я беру его уточнение его а перехожу к необходимым мне комит у и говорю раз открываем бренд что хир обычно такие переходы делаю окончательно поэтому убираю hard видим что наш мастер и наш хед перешел на режим мастер значит хед означает то где мы сейчас находимся мастер естественно нашу локальную ветку мастер один мастер это наша удаленная ветка речь мастер здесь можно фильтровать изменения фильтровать по отдельной ветке можно фильтровать по отдельному пользователю вы допустим здесь есть катана и здесь есть я дальше дата пассы но здесь самый главный фильтр я обычно использую это вот этот он работает по комментариям комит у нас между токеном видим все комиты с токеном можно переместить текущий хед на любую позицию нашей истории мы хотим посмотреть что было на самом начале уберем делаем check-out revision хед у нас оказывается здесь и мы можем посмотреть что было у нас в паблике на момент первого комита он были у нас скрипты только up.js about.main имиджи здесь был только один имидж стиле один стиль views только два views по сути можно поднять данный проект грантом гранд серф и как он выглядит не всегда это получится потому что над модуль могли отличаться практически всегда это получится просмотреть проект не изменяя npm install еще одна очень удобная функция это просмотреть что же было изменено в отдельном комитете например вот у меня есть токен ченщики смотрю что был изменен только файл grand file.js открываю его и мне сразу же подсветка что же было изменено именно в этом комитете здесь можно настроить подсветку именно по словам либо по линиям я выбираю по словам потому что так удобнее смотреть что было изменено именно в слове обычно дополнительно я выбираю ignore white spaces and empty lines тогда у меня изменения но допустим здесь я поставлю дополнительный пробел то этот пробел enter не будет учитываться у меня и таких изменениях чтобы увидеть все ваши текущие изменения достаточно перейти на local changes и здесь в дефолте будут ваши текущие локальные изменения просматривать историю можно не только по всей ветке по всему мастеру можно например по отдельному файлу на балладе сон гид не можем подстричь его историю лишь и здесь он не изменялся с лишним коммита абсолютно можем просмотреть также историю его локально то есть local history show history и здесь он запоминает ситуацию каждого отдельного файла которая была изменена на этом компьютере то есть своеобразный гид для этого компьютера по изменениям в этом репозитории